А, допустим, если это семейная медиация, то с членами семьи. Это по всем правилам прописано, допустим, по закону, по методическим материалам, или у вас есть свои наработки, специфика, или они чем не отличаются? Ну, конечно, любая организация медиаторов должна иметь правила проведения процедуры медиации. Они у нас являются общедоступными, вывешены на сайте. И, тем не менее, несмотря на то, что эта информация уже размещена в интернет, каждый раз перед началом процедур медиации нужно вступительное слово провести. Объяснить вот эту новую роль медиации для каждой из сторон спора, с тем, чтобы она не чувствовала дискомфорта и преимущества в знаниях. Если одна сторона имеет более высокий уровень образования, скажем, аспирантура, а другая, условно говоря, только лишь 10 классов, то получается дисбаланс определенный. Медиатор должен употреблять разговорную лексику. В процессе медиации сначала нужно настроить стороны на конструктивный диалог. Иногда проблематично пригласить на саму процедуру медиации все стороны заинтересованные, потому что они относятся, они воспринимают друг друга как врагов, с которыми не о чем разговаривать. Ну, в этом случае, даже если медиация не удается, мы говорим, двери остаются открытыми. Вы можете попробовать обратиться в суд, готовы поспорить, вы разочаруетесь. То есть вы сейчас испытываете какие-то иллюзии, но помните, что вы всегда можете обратиться к нам снова. Пусть даже бесплатно мы пройдем, это первая медиация. Но потом стороны действительно испытывают порой очень сильное переосмысление своих позиций после того, как попробуют альтернативы. И так, в суде ничего не удалось. Или даже вынесено решение суда, но этот процесс превратился в бесконечный сериал многосерийный. А вопрос не решается по существу. Что делать? И они обращаются к услугам медиатора снова. Весь процесс конфиденциальный. По итогам его уничтожается документация. Мы просто в регламенте это определили. Мы рвем документацию прямо в присутствие клиента. Мы не можем ее использовать. И только на этих условиях клиенты, вообще говоря, это их покоряет. Потому что в случае обращения судебного спора, фамилии тяжущихся сторон появляются на сайтах судов. В общедоступном для обозрения соседей в виде банков, различных рейтинговых агентств. И согласитесь, иметь за спиной какие-то неразрешенные иски не всегда хорошо для гражданина. А в отличие от этого, процедура медиации предполагает полную конфиденциальность. Дальше на этапе составления медиативного соглашения тоже возможны неожиданные эффекты. Если вы будете читать теорию, то предполагается, что, как само собой разумеющееся, медиатор взял и помог составить условия медиативного соглашения, стороны его подписали. Но даже на этой стадии возникает интересное явление, о которых я коротко, если вы позволите, могу рассказать. Правда, это была медиация с участием турагентства, с одной стороны, и детей, которые неудачно слетали на международный детский фестиваль. Они просто прождали в аэропорту много часов, так что сопровождающие летели одним самолетом, а детская группа другим самолетом. Был очень сильный стресс, переплаты на гостиницы, на автобусы и так далее. И вот когда у нас происходила медиация, мы с трудом к самой процедуре медиации подбирались 100 дней. 100 дней одна из сторон спора просто опасалась идти на эту процедуру. Но когда эта процедура началась, она завершилась в две сессии медиации. Первая сессия была подготовительной больше. На вторую сессию одна из сторон спора пришла...